Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» говорим о сборе мусора и ликвидации несанкционированных свалок. Но делаем это сегодня не с помощью эксперта в качестве эколога, а у нас в студии прокурор. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Итак, в стране проходит реформа, мусорная реформа, как ее называют в народе, и все это регламентируется соответствующими документами федеральными. Какими? В настоящее время идет реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2019 года на территории Российской Федерации деятельность осуществляют региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Деятельность в данной сфере регламентируется соответствующим постановлением правительства Российской Федерации номер 1156 об обращении с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с данным постановлением правительства все регионы разделены на определенные зоны. В каждой зоне осуществляет деятельность региональный оператор с твердыми коммунальными отходами. Данные организации имеют соответствующие лицензии на обращение с твердыми коммунальными отходами и действуют в соответствии с территориальными схемами обращения с отходами, в которых регламентируются места накопления твердых коммунальных отходов, потоки их движения, места утилизации, полигоны, пункты сортировки твердых коммунальных отходов. Но поскольку прокуратура включилась в этот процесс, видимо не все ладно на территории Ульяновской области. Алгоритм я понимаю следующий. Региональный оператор собирает мусор, который складировали на контейнерной площадке, затем он его сортирует, что-то идет на вторичную переработку и что-то захоранивается на полигонах. Где есть нарушения в этой схеме на данный момент на территории области? В настоящее время проблемы связаны с недостаточностью оборудованных контейнерных площадок преимущественно. То есть первое звено, самое первое, начало. Да, начнем поэтапно. То есть первый этап это у нас в связи с недостаточностью финансирования отсутствует в определенных местах контейнерной площадки. Соответственно, данные приводят к образованию несанкционированных свалок, когда люди выбрасывают мусор там, где им удобно и там, где у них отсутствует специализированное место. Соответственно, здесь возникает проблема с финансированием. И здесь у нас в этом году выявлено нарушение в деятельности правительства Ульяновской области. Бюджетного финансирования муниципальных образований недостаточно для решения данной проблемы. Но при этом из областного бюджета на данные цели в 2022 году выделен всего лишь 1 миллион 100 тысяч рублей. А на 2023 год запланировано выделить всего лишь 600 тысяч рублей, что явно не соответствует имеющейся потребности. Это на обустройство контейнерных площадок. Это на обустройство контейнерных площадок. Данная обязанность возложена на органы местного самоуправления. Но в связи с дефицитностью бюджетов местных денег не хватает. И в этой связи правительством предусмотрены программы софинансирования данных обязательств. И данные мероприятия правительством, к сожалению, реализуются неэффективно. Данные нарушения мы отразили во внесенном представлении председателя правительства, который в настоящее время находится на рассмотрении. Потому что данный объем бюджетных средств требует пересмотра. И в настоящее время формируется бюджет региона, бюджеты местной администрации, которые требуют обратить внимание на данные вопросы. И вы рекомендуете, чтобы эта строчка увеличилась? Да, мы рекомендуем увеличить эту строчку. Иначе не будет соблюдаться федеральное законодательство. Да, потому что, учитывая настоящее финансирование предусмотренное, то есть нам еще нужно не менее пяти лет для оборудования всех необходимых контейнерных площадок. Данная ситуация нас не устраивает. Мы хотим ускорить, потому что необорудованные контейнерные площадки нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду, поскольку им некуда выбросить мусор. Понятно. Но так или иначе, вся территория области, она поделена на зоны, да? У нас, если не ошибаюсь, их пять. Если анализировать деятельность этих региональных операторов, где больше всего нарушений, что вы отметите? Здесь стоит отметить, у нас пять зон, одна из них, к сожалению, является проблемной. У нас есть пятая зона, это Южный Куст, так называемый нашего региона, Николаевский район, Павловский, Радищевский, Старкуладкинский район, Кузоватовские районы. Там действует рекоператор, который вступил в исполнение обязанностей с 2020 года, позже на год. И в настоящее время он осуществляет оборудование пункта сортировки. То есть у нас законодательством предусмотрена обязательная сортировка собранных отходов. К сожалению, в пятой зоне до настоящего времени данная сортировка надлежащим образом не обеспечена. То есть в настоящее время осуществляется сбор мобильного пункта сортировки. То есть на данной территории у нас отсутствуют полигоны официальные для сбора. Есть полигон в Кузоватовском районе, но пункта сортировки у нас на данной территории нет. В этой связи мы также обратили внимание на это представление и раньше указывали. И вот в настоящее время под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства региональный оператор осуществляет оборудование. Об устройстве этой сортировочной станции. Там будет мобильная сортировочная станция, которая будет обеспечивать необходимую потребность по сортировке отходов. А остальные операторы действуют более-менее верно, да? Да, у остальных операторов есть сортировочный комплекс, отвечающий их потребности. Даже у одного оператора есть пункт по переработке отходов. Это у нас региональный оператор, действующий в зоне номер один. У всех остальных есть четыре действующих мусоросортировочных комплекса, которые в настоящее время работают и осуществляют необходимую сортировку. Очень часто региональные операторы Министерства ЖКХ и население спорят о крупногабаритном или о строительном мусоре. Чей он? Кто его должен забирать? Где его необходимо захоранивать? Вопрос по крупногабаритному мусору остается проблемным. Но в настоящее время решается путем внесения в территориальную схему обращения с отходами пунктов накопления данных отходов. То есть у нас в территориальной схеме должны обязательно быть, кроме контейнерных площадок, еще и площадки для сбора крупногабаритного мусора. В связи с тем, что в части населенных пунктов данные площадки отсутствовали, также органами прокуратуры принимались меры. Например, по представлению прокуратуры Барышевского района в этом году при актуализации территориальной схемы обращения с отходами в реестр площадок были включены площадки для накопления крупногабаритного мусора. То есть они там появились, да? Они там появились. И здесь хочется обратить внимание жителей на что? Что не всегда все отходы обязательно необходимо складировать именно на площадке для крупногабаритного мусора. У нас есть разъяснение правительства о том, что, например, если ветки, срезанные из деревьев, большие, не должны утилизироваться в обычные контейнеры, то, в принципе, их можно разделить на части небольшие и сложить в тот же контейнер. Тогда региональный оператор будет обязан их забрать. Если такие ветки крупные сложить около контейнера на площадке, а не на площадке для крупногабаритного мусора, то, соответственно, региональный оператор их не заберет. Понятно. Вот. То есть данную проблему можно частично решить самостоятельно. Ну, это уже культура, да, наших граждан? Да, это культура обращения. То же самое, наверное, и к раздельному мусору, а сбор мусора относится, да? Да, проблема с раздельным сбором мусора актуальна для всей страны. У нас в настоящее время система только начинает реализовываться, но уже часть, наверное, площадок все у нас видели. А в чем проблема? Мы не хотим сортировать или нет контейнеров куда сложить? Нет, здесь комплексная проблема, потому что данные накопления отходов требуют определенных дополнительных затрат в настоящее время, не заложенных в тариф. Вот. И, соответственно, и часть людей тоже не готова еще пока использовать данную систему. Получается проблема в следующем, что если в контейнер для сбора, например, пластика, положить какие-либо пищевые отходы, то, в принципе, данный контейнер целиком уже пойдет на сортировку вместе с общим контейнером. То есть и все усилия других граждан у нас пойдут на смарку, то есть, соответственно, толку уже от этого не будет. Поэтому если есть у нас в определенных местах уже стоят контейнеры для раздельного сбора, поэтому если есть контейнер для пластика, то есть, соответственно, туда нужно складывать только пластик. Исключительно пластик. Да, если есть контейнер для стекла, только стекло, потому что уже один пакет мусора он уже портит, и, соответственно, при заборе данного контейнера он уже выгружается в общую кучу и идет просто на сортировку вместе со всеми остальными. Понятно. Вы говорите о том, что у муниципалитета в бюджетах недостаточно средств для того, чтобы обустраивать контейнерные площадки, например. Но ведь между гражданами и оператором заключается договор, и что тех денег, которые население платит по тарифу, недостаточно для того, чтобы региональный оператор функционировал в соответствии с федеральным законом. Да, у нас федеральным законодательством предусмотрена обязанность регионального оператора по обустройству контейнерных площадок контейнерами, то есть по выставлению контейнеров. Но здесь есть определенный нюанс, что это осуществляется в размере 1% от прибыли. То есть, соответственно, данная обязанность региональным операторам на территории региона выполняется даже сверх этого установленного процента. Обязать юридическое лицо исполнять обязанности сверхустановленных федеральных норм контролирующие органы не могут. То есть это целиком и полностью обязанность муниципалитета? Да, обязанность региональных операторов со своей стороны стоит в оборудовании контейнерной площадки в части установки контейнера. Контейнеры у нас устанавливают региональные операторы. Ну вот, как я опять-таки сказала, это определенную сумму. То есть у нас в регионе стараются устанавливать даже большее количество контейнеров, нежели предусмотрено данным федеральным законодательством. И часто идут навстречу, то есть при оборудованной контейнерной площадке на нее обязательно поставят контейнер. Понятно. Региональные операторы идут навстречу. Да. Скажите, пожалуйста, а почему в разных муниципалитетах разная стоимость оборудования контейнерной площадки? Да, новым вопросом мы занимались тоже в прошлом. И в этом году обращали на это внимание. Разность стоимости заключается в необходимости разных архитектурных форм контейнерных площадок. А, то есть где она вписывается в интерьер, в территорию? Да, то есть для сельского населенного пункта стоимость контейнерной площадки значительно ниже, что связано с объемом контейнерной площадки. Например, во многих местах стоит контейнерная площадка для одного контейнера, либо для двух. То есть, соответственно, для нее сделают ограждение, бетонную площадку, соответственно, крыша. Это стоит дешевле, чем сделать площадку в городе для восьми, например, для пяти контейнерных площадок, и чтобы она вписывалась в архитектурные формы. Потому что где-то нужно бетонное ограждение, потому что металлическое не пойдет в центре города, например, там или в каких-то определенных районах, соответственно, не впишется в общую архитектуру города. В населенных пунктах это, соответственно, проще. Но в населенных пунктах и бюджет меньше, поэтому, соответственно, там тоже есть недостатки. Но вы совершенно правы. Если нет контейнерных площадок, и особенно с крупногабаритным мусором, тогда возникают несанкционированные стихийные свалки. Мы знаем, что таких как и в районах области, так и в городе Ульянске вполне достаточно. Обсудим эту тему. У нас проблема несанкционированных свалок связана, конечно, с отсутствием в определенных местах контейнеров. Но также связана с определенным незнанием механизма ликвидации свалок, наверное. Постановлением правительства установлен порядок ликвидации несанкционированных свалок, который заключается в следующем, что в случае выявления несанкционированной свалки региональный оператор должен установить собственника данной свалки. Здесь обязанность выполняется также еще и муниципалитетом, либо контролирующей службой, которая выявила несанкционированную свалку. В течение 30 дней они устанавливают собственника. А кто же в этом сознается? Собственник? Нет, собственник земельного участка, на котором свалка образована. Вот таким образом. Вот, соответственно, направляется собственнику уведомление. Если собственник в течение 30 дней с момента уведомления не принял меры по ликвидации несанкционированной свалки, то данную обязанность выполняет региональный оператор. То есть он ликвидирует несанкционированную свалку и выставляет собственнику счет. То есть, получается, соответственно, если собственником является муниципалитет, то да, данная услуга производится за счет фактически муниципалитета. А если фермерское хозяйство или листой фонд? Да, если есть листой фонд, то это обязанность регионального органа власти, на который возложены полномочия в сфере лесного хозяйства. Это Министерство природных ресурсов и экологии. Да, если есть у нас определенные земли, не входящие в границы населенных пунктов, но являющиеся областной собственностью, то это обязанность Министерства регионального, тоже Министерства строительства ЖКХ. У нас есть такие крупные свалки, по которым сейчас принимаются меры по ликвидации. Есть свалки, например, в Заволжском районе, Красный Яр свалка. Для ее ликвидации Министерством природных ресурсов и экологии приняты меры для выделения финансирования из федерального бюджета, чтобы войти в национальный проект «Чистая страна», и, соответственно, чтобы часть обязательств софинансировали из федерального бюджета. Но этот полигон в Красном Яре, он законсервирован, и туда больше не везут. Туда больше не везут. Например, в Сенгеле и Брыше, на эти несанкционированные свалки, даже пока мы с вами разговариваем, я уверен, что идут машины одна за другой. Ну, в настоящее время принимаются меры для пресечения проезда к несанкционированным свалкам. Фотофиксация. Да, устанавливаются бетонные ограждения, определенные препятствующие. Во-вторых, региональным операторам устанавливаются, у них установлены на автомобилях системы ГЛОНАСС, которые отслеживают маршрут их передвижения, соблюдение ими соответствующего потока движения, отходов, и которые можно отследить. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области осуществляет полномочия по контролю организации и деятельности региональных операторов. И они обязаны контролировать исполнение региональными операторами своих обязанностей, в том числе соблюдение потока движения, отходов. В случае, если граждане видят, что в какие-то определенные места сгружают мусор, отходы, может быть, рекоператор, может быть, это другие юридические лица, либо просто люди на грузовых машинах, нужно обращаться с жалобами Министерства жилищно-коммунального хозяйства, либо в районную прокуратуру сообщать об этом сведении, чтобы свалка была ликвидирована на минимальном, только на начальном этапе, и чтобы она не достигла больших объемов. Понятно. Вот поэтому здесь, конечно, мдительность должна быть, и у граждан тоже. То есть я правильно понимаю, что свалки прошлых лет – это забота Министерства природы и экологии. А вот те, которые сегодня наполняются или нет, это уже зона ответственности регионального оператора. Да, сейчас разделим. У нас есть свалки, образованные до начала деятельности региональных операторов. Здесь обязанность по ликвидации возложена в соответствии с постановлением правительства на органы местного самоуправления. У нас в настоящее время осталось таких свалок 161 свалка. – 161 свалка? – Да. Было 348. То есть работа в этом году проведена существенная. – Серьезная, да? – Да. В 2021-2022 году принимались меры по ликвидации свалок. Часть свалок была ликвидирована ранее, но муниципалитеты ненадлежащим образом исполнили обязанности по информированию о том, что они исполнили эти обязанности. И в этом году в рамках актуализации территориальной схемы проверили наличие данных свалок. Часть свалок оказалась уже ликвидированными, и часть свалок ликвидированы, получается, за истекшие два года. – То есть движение вперед есть и существенное? – Движение вперед есть, да. А в настоящее время во всех муниципальных образованиях, где имеются несанкционированные свалки, разработаны дорожные карты по их ликвидации, в соответствии с которыми исполняются мероприятия по их ликвидации. И в том числе в настоящее время у нас собираются сведения. Я думаю, что к концу года, наверное, часть свалок уже будут ликвидированы. – У гражданина, проживающего на территории, это обязанность заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора и его утилизацию? – Каждый собственник твердых коммунальных отходов, то есть каждый гражданин является данным собственником, обязанность заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором, действующим в зоне, где данный гражданин проживает, либо находится его зарегистрированное имущество. То есть с другой организацией, которая занимается обращением с отходами, у нас такие организации есть, имеющие лицензию на обращение с разными категориями отходов, гражданин не имеет права заключать договор на вывоз именно твердых коммунальных отходов. И здесь стоит обратить внимание, что люди иногда думают, что данный договор гражданин не заключал, в этой связи платить он не должен, то есть он живет, и пока его региональный оператор не установил место его нахождения. Потом ему начисляется плата за истекший период работы регионального оператора. Договор на обращение с твердыми коммунальными отходами является публичным договором и является автоматически заключенным с момента, когда региональный оператор приступил к осуществлению деятельности. Соответственно, и услуга является оказанной, за нее будет взыскана плата. И, получается, с гражданина будут взыскивать плату за длительный период, пока он думал, что он не заключил письменный договор. Понятно. Региональный оператор обращается в суд, суд обязывает гражданина выплатить. Оплатить. Причем уже многотысячные получаются. Да, уже объем задолженности большой. То есть если у нас плата составляет в пределах где-то 100 рублей, то если платить за период, например, полтора года или два года, то сумма уже значительная. И здесь для гражданина оказывается неприятным сюрпризом то, что нужно было обязательно платить. Я рад тому, что все-таки мы движемся вперед. Свалок становится меньше, а контейнеры, площадок все больше. Ну и регулярность вывоза улучшается тоже. Спасибо. Спасибо за интервью. Сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о реформе, о мусорной реформе, проводимой на территории Ульяновской области. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok